Здравствуйте! Я Даша Тарасова. Это программа «Фокусе». Сегодня в нашем выпуске самые интересные публикации об Азербайджане в российских и зарубежных СМИ. Пригласили за стол. Зачем Азербайджан позвал представителей карабахских армян в Баку? Необычные рейсы. По какому маршруту будут летать азербайджанские авиалинии в Россию? Неожиданная встреча. Как иракский турист отреагировал на американского блогера в Азербайджане? Ниспадающая напряженность между Азербайджаном и Арменией остается в фокусе российских и зарубежных СМИ. Агентство Интерфакс обратило внимание на жесткую позицию Баку из-за приглашения миссии ЕС на границу с Азербайджаном. Включение новых пунктов в мандат миссии ЕС, помимо тех, которые были согласованы на переговорах в Праге в октябре 2022 года, было для нас неожиданным и, откровенно говоря, вызвало у нас недоверие. Кроме того, по истечении двухмесячного срока была спешно создана новая миссия, на этот раз сроком на два года. В России также выразили серьезную озабоченность действиями западных стран. Здесь позиции Москвы и Баку полностью совпадают. И там и там уверены, что под видом мирной миссии в Армении могут появиться военнослужащие НАТО. Поскольку миссия находится на границе с Азербайджаном, необходимо учитывать позицию и озабоченность Азербайджана. И эта миссия не является гражданской, как было заявлено. В ее состав вошли бывшие военные и полицейские. В Баку считают, что Ереван искусственно обостряет ситуацию, чтобы оправдать гражданскую миссию ЕС на границе Армении и Азербайджана. Портал Каспиан Ньюс напоминает о частых обстрелах позиции азербайджанской армии со стороны Армении. А также о неудачных попытках провести на территорию Карабаха вооружение сепаратистам. Во время провоцирующего инцидента микроавтобус, перевозивший боеприпасы и оружие в Карабахский регион из Армении по грунтовой дороге в обход Лачинской, был остановлен для проверки офицерами азербайджанской армии. Армянские вооруженные диверсанты в микроавтобусе открыли огонь, в результате чего есть жертвы и ранения с обеих сторон. Погибли трое членов незаконных армянских формирований и двое военнослужащих азербайджанской армии. В Баку уверены, что потерь среди военных можно было бы избежать, если бы Армения выполняла мирные договоренности и полностью вывела незаконные вооруженные формирования численностью около 10 тысяч человек с территории Карабахского района Азербайджана. Власти Азербайджана пригласили в Баку представителей карабахских армян для проведения второго раунда переговоров по их реинтеграции в азербайджанское общество. Об этом сообщает турецкое агентство Анадалу. Администрация президента Азербайджанской республики пригласила представителей армянской общественности Карабаха к продолжению контактов по реинтеграции и обсуждению вопросов, связанных с реализацией инфраструктурных проектов в Карабахе. Первая встреча между представителями карабахских армян и официальными лицами Азербайджана состоялась в штабе дислоцированного в регионе российского миротворческого контингента. Азербайджанская сторона хочет развеять мифы и донести до карабахских армян, что они в составе Азербайджана будут находиться в безопасности под защитой государства, да и уровень их жизни повысится. Об этом не раз публично заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Что касается армянского меньшинства в Азербайджане, то Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной. Права меньшинства в Азербайджане защищены нашей конституцией. Каждый, кто знаком с реальной ситуацией в Азербайджане, может подтвердить, что Азербайджан страна с высоким уровнем религиозной и этнической толерантности, где представители различных этнических групп, различных конфессий живут в мире и с достоинством. Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во времена оккупации. Однако в МИДе непризнанного Нагорного Карабаха от приглашения в Баку отказались. Об этом пишет портал Евразия Дейли. Встречи с представителями Азербайджана могут продолжаться при посредничестве российских миротворцев и состояться там, где прошла предыдущая встреча, 1 марта в штабе российских миротворческих сил. Журналист из Дании отметил, что власти непризнанной республики настаивают на том, чтобы гуманитарные, инфраструктурные и технические вопросы были в повестке дня обсуждений между представителями Степанакерта и Баку без излишней политизации. Однако цель Азербайджана была наоборот гуманитарная. Приглашение в Баку – это демонстрация того, что карабахские армяне будут иметь такие же права, как и любой житель Азербайджана, в том числе и возможность передвижения по всей территории Азербайджана. Азербайджан занял второе место в тройке лидеров израильского экспортовооружения. Об этом пишет портал Евразия Дейли. С 2016 по 2020 годы Азербайджан импортировал у Израиля без малого 70% оружия. Поставки включали беспилотники, баллистические ракеты и баражирующие боеприпасы. На первом месте оказалась Индия, а на третьем – Филиппины. Израиль поставил в Азербайджан более 9% всего своего оружейного экспорта. Некоторые аналитики предположили, что в ответ Баку дал согласие на использование своих аэродромов в случае эскалации конфликта Израиля и Ирана. Однако первый посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов опроверг все домыслы. Об этом пишет издание Али Хаим. Азербайджан с самого начала заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против них. Это потому, что мы ожидаем, что другие страны не будут вмешиваться в наши внутренние дела. Однако никто не может запретить Азербайджану думать о своей безопасности. Помимо Израиля в военно-технической сфере, Азербайджан сотрудничает с Россией, Белоруссией и другими странами. Каждая страна несет ответственность за защиту и оборону своей территориальной целостности и суверенитета своих граждан. Азербайджан не исключение. Объединенные Арабские Эмираты положили глаз на Баку. Газета Time Out Абу-Даби порадовала своих читателей статьей, что азербайджанская столица становится еще доступнее. Мы рады начать наши прямые рейсы между Абу-Даби и Баку, городом которой предлагает уникальное сочетание Европы и Азии. Баку является важным маршрутом и укрепляет стремление предоставить нашим клиентам более широкий выбор, поддерживая при этом авиационный сектор и индустрию туризма обеих стран. Одним из преимуществ Азербайджана автор статьи считает возможность посещать Баку в любое время года. Поэтому некоторые авиакомпании теперь летают в Азербайджан и зимой. Но все-таки главным плюсом журналист считает схожесть культур и менталитета. В Азербайджане есть много преимуществ, начиная от еды, развлечений и до богатого культурного досуга, которые делают эту страну идеальным местом для туристов Ближнего Востока. Азербайджан для жителей Персидского залива – дом вдали от дома. Пальма первенства по посещаемости Азербайджана остается за российскими туристами. Тур-поток потихоньку восстанавливается после пандемии коронавируса. Авиакомпания Азербайджан Airlines анонсировала запуск необычных рейсов Гянджу и Баку из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает портал Travel Russian News. В настоящее время авиакомпания выполняет полеты Баку-Москва-Баку и Баку-Петербург-Баку. Новая схема Баку-Москва-Гянджа-Москва-Баку и Баку-Санкт-Петербург-Гянджа-Санкт-Петербург-Баку будут применяться авиакомпании впервые с целью максимизации загруженности маршрута и чтобы не открывать отдельные рейсы из Гинджи в российские города. Такая схема может быть востребована среди россиян, ведь многие уже были в Баку и с удовольствием отправятся в другие азербайджанские города. Все больше блогеров-путешественников посещают не только Баку, но и едут вглубь страны. Американский блогер Даг Бернард отправился в древний город Шики. Мы снова в Азербайджане, на этот раз на севере страны в маленьком городе Шики. Этот древний населенный пункт имеет важное значение для Азербайджана, ведь в свое время именно Шики был основным остановочным пунктом для торговцев Великого Шелкового Пути. Блогер оценил аутентичную шикинскую кухню, свежий воздух, потрясающие виды на горы и винтажные машины. Я действительно наслаждаюсь этим городом. Он спрятан среди гор. Приятно прогуляться по тихим улочкам, где можно встретить старые советские автомобили Лада. Затем блогер отправился в деревню Лагич. Это древнее поселение азербайджанских ремесленников произвело на него сильное впечатление. Эта деревня с каменными улицами и домами очень красивая. Здесь можно провести целый день, ведь здесь столько невероятных изделий ручной работы из металла и овечьей шерсти. Это одно из моих любимых мест в Азербайджане. А еще американский блогер Даг Бернард убедился, что Азербайджан – территория толерантности. Во время экскурсии в горах он встретил туриста из Ирака. Ты классный парень. Ждем в Ираке. Приезжай в Багдад, тебя ждет много вкусной еды. Даг Бернард один из своих выпусков посвятил еще одному азербайджанскому городу – культурной столице страны Агней Шуше. Но об этом мы расскажем в наших следующих программах. Такие публикации российских и зарубежных СМИ оказались в нашем фокусе на этой неделе. До свидания.